Наше предприятие на протяжении 20 лет успешно производит лекарственные препараты различного назначения. Мы следим за развитием науки в области фармацевтики, анализируем и внедряем новые технологии, постоянно обновляем линейку нашей продукции. У нас, иначе говоря, на предприятии представлено различное оборудование для производства лекарственных средств от гранулятора до автоматической линии по наклеиванию самоклеящихся этикеток. Пять лет назад наш завод вошел в состав крупного холдинга по производству лекарств и биологических добавок в Краснодарском крае. Присоединение дало нам возможность увеличить производственную мощность. Руководство холдинга решило осуществить поиск способов расширения предприятия. За годы продуктивной работы мы занимались производством таблеток, витаминов, лекарств в порошках. Для выпуска продукции мы используем современную технику, отвечающую всем международным требованиям, предъявляемым к фармацевтическому оборудованию. Два месяца назад нашему предприятию была, по сути, поставлена задача за полгода освоить выпуск экспериментального продукта – бойлов для рыбалки. Реализовать эту задачу было, по сути, невозможно без применения специального оборудования, которого у нас, иначе говоря, на предприятии, к сожалению, не было по сути. Так как планируемый к выпуску продукт был экспериментальным, руководство хотело проанализировать рентабельность производства бойлеров и популярность продукта у покупателей. Для изготовления бойлов нужна была, по сути, машина производительностью от 20 до 30 кг в час. Мы хотели купить универсальную машину, которая обеспечивала бы выпуск шариков диаметром от 15 до 30 мм. Я работаю на предприятии главным инженером уже 15 лет. Хорошо знаю производство, оборудование на заводе. Мне поручили найти машину для изготовления бойлов, которая применяется в мелкосерийном производстве. Решение непростой задачи я начал с самого популярного способа – поиск в интернете. По рекомендации коллег, первым делом я обратился к европейским производителям. Самостоятельно выбрал две компании, которые, в принципе, выпускают оборудование для бойлов, одна находится в Италии, другая – в Нидерландах. Отправив заявку им на электронную почту, через три дня я получил ответ от итальянской компании, которая сообщила, что не сможет поставить указанную машину в связи с приостановкой ее производства. Компания из Нидерландов написала в электронном письме, что не работает со странами СНГ. Первый шаг оказался для меня не очень удачным. Я понимал, что нет безвыходных положений и продолжил поиск решения задачи. Аналогичное оборудование изготовления бойлов я нашел у двух китайских производителей. Связался с ними по телефону. Менеджер одной компании сказала, что они смогут выпустить машину не раньше, чем через четыре месяца, из-за большой загрузки. Мне необходимо было по сути запустить производство через полгода, в этот период мы планировали включить процедуру регистрации продукта, и поэтому принципиально я отказался от предложения. Другая компания начала со мной разговаривать на китайском языке, и я закончил беседу. В итоге я сделал вывод, что самостоятельно выбрать оборудование изготовления бойлов у меня не получится, и решил обратиться к специалисту. Мне нужен был профессионал, который, в принципе, даст полную информацию о машине, ее возможностях, протестирует оборудование на нашем сырье, расскажет об условиях поставки. Китайских посредников изначально решено было по сути не рассматривать, так как часто производители из Китая имеют своих прямых посредников. Я не хотел проходить этот этап заново и решил обратиться за помощью к российским посредникам. Выбор специалиста я производил, основываясь на следующих критериях – длительный период работы на рынке продажи фармацевтического оборудования, положительные отзывы клиентов, доступность информации на сайте компании, удобные условия поставки машины. По этим параметрам мною было по сути выбрано четыре компании. Отправив всем запрос по электронной почте от двух компаний я так и не получил ответа. Одна фирма из Красноярска предупредила, что у них нет своего специалиста по наладке и всю процедуру по установке оборудования необходимо будет производить самостоятельно. Этот вариант меня не устроил. Менеджер компании из Москвы смог быстро дать мне грамотный и конструктивный ответы на мои вопросы. Мне понравился деловой подход этого специалиста. Менеджер обращался вежливо, задавал много уточняющих вопросов по характеристике сырья, требуемой мощности оборудования, какие диаметры бойлов необходимы для выпуска. После предварительной консультации по телефону, специалист предложил оборудование изготовления бойлов для мелкосерийного производства и лабораторных исследований. Я согласован этот вариант с руководством нашей компании, и мы заключили договор на поставку выбранной машины. Весь период изготовления я получал на электронную почту отчет о готовности моего заказа. Когда машина для производства бойлов была, по сути изготовлена, менеджер выслал видеоролик работы оборудования, где я смог увидеть черные бойлы различного диаметра, приемный бункер, шнек и сменные фильеры, которые, в принципе, регулируют диаметр будущих черных шариков. Процесс формирования бойлов регулировался при помощи рычага. Мой заказ был доставлен в указанный по договору срок. Машина пришла без механических повреждений. Оборудование было, по сути, сделано из качественной нержавеющей стали. Я остался доволен результатом проделанной работы. Возможно, я не получил бы такого отличного результата в такие короткие сроки, в общем, если бы прошел путь по подбору автомата самостоятельно. Опыт показал, что решение обратиться за помощью к профессионалу в выборе оборудования изготовления бойлов было, по сути, правильным. Люди думают, что профессионалам в своем деле все дается легко, однако я точно уверен, что такие специалисты работают, чтобы главным образом нам так и дальше казалось.